Здравствуйте! Это программа «Открытый диалог». С вами Николай Пименко. И сегодня поговорим о прекрасном. И помогут нам в этом наши гости. Елена Викторовна Матюшина, директор фонда «Московские энциклопедии», основатель арт-проекта «Реверберация». И Евгений Владимирович Жиляев, также основатель арт-проекта «Реверберация». То есть вы как бы сооснователем, которые сегодня пришли к нам в гости, потому что здесь, в городском округе Люберцы, начинает или стартует, как сейчас говорят таким спортивным языком, этап международной выставки «Мир в объективе». В общем, обо всем поговорим, потому что это не только об этой выставке, но, оказывается, еще будут другие. И я рад вас приветствовать. И начнем с вас, Елена Викторовна. Здравствуйте. Вот. «Московские энциклопедии». То есть это фонд, который говорит о том, что вы знатоки искусства, и вы решили привести такую вот выставку. Где она появилась, у кого зародилась идея, кто работает над этим проектом и почему именно в Люберцах? Ну, фонд «Московские энциклопедии» – это более культурно-просветительская деятельность. И сейчас в процессе разговора мы как раз поймем, почему, собственно, фонд оказался участником и поддерживает те проекты, которые создаются на базе арт-проекта «Реверберация». Выставка «Международная. Мир в объективе». И в этом году мы уже ее показывали, ее первую часть в Москве, в библиотеке читания имени Тургенева. Это достаточно большой такой культурный центр ЦАУ. И с завтрашнего дня в музейно-выставочном комплексе Люберцы стартует вторая часть выставки, которая будет работать, собственно, до 3 октября. И начинает работать с 19-го. И, собственно, приурочена ко Всемирному дню фотографии. То есть международная выставка «Мир в объективе» будет работать с 19 августа по 3 октября. И приурочена еще раз... К Всемирному дню фотографии. К Всемирному дню фотографии. Ну, а теперь кто стоит у истока в этой выставке? Я так понимаю, коль вы вдвоем здесь, значит, вы имеете к этому непосредственное отношение. Давайте мы предоставим слово Евгению Вадимовичу. Ну, здесь что сказать. То есть, естественно, да, когда зародился проект, и, наверное, Елена вам подробнее расскажет, как началось взаимодействие мое с фондом «Московские энциклопедии». Это достаточно интересная история, потому что я занимаюсь фотографией. И, собственно, занимался фотографией. Выставочной деятельностью, как таковой, не занимался. То есть, в стол. Да, ну, в стол, ну, где-то выставлялся там в сетях еще как-то. Ну, так вот глобально, да, не выставлялся. И, собственно, Елена... Все мы немножко фотографы, правильно? Все мы немножко фотографы, да. И в 2017 году Елена мне как раз предложила провести первую выставку. Ну, может быть, здесь она поподробнее рассказывает. Ну, давайте, да, Елена, пожалуйста. Вы знаете, да, действительно, такая немножко забавная история, которая легла основы создания этого проекта. В 2017 году фонд «Московские энциклопедии» начал такую социальную деятельность по сотрудничеству с территориальными центрами социального обслуживания. И вот мы делали для них такие очень простые программы. Немножко говорили об искусстве, немножко выступали поэты. Было все очень мило, приятно. И вдруг нас попросили ко дню города сделать фото-выставку. Мы немножко озадачились. Ну, потому что все-таки аудитория... Выставку из, как бы, из местного... Ну, фото-выставку из Москвы, да? Да, нет, мы должны были делать фото-выставку, посвященную Москве, приуроченную ко дню города. Но все-таки такая взрослая аудитория. Мы подумали, как же им будет фотографии, вообще, как все это пройдет. А Жене, мы как раз до этого чуть-чуть пересекались по другому проекту. И я ему звоню, говорю, Евгений, ситуация такая. Нужны фотографии Москвы. Да, она меня просила фотографии мало городов, а я очень много путешествую, в стол как бы, да, фотографировала. А тут надо было. Я ей отправлял фотографии тогда. И, собственно говоря, вот, ну и все, да, то есть мы общались в сетях. Тут она мне звонит. Да, и Женя очень хорошо откликнулся. И еще буквально там пять фотографов, по-моему, у нас было, да? Да, пять фотографов, первая выставка. Мы сделали выставку, было 32 работы. Вот мы сегодня вспоминали, мы ее до сих пор храним. Она тоже не на помощь. Ну, это да, это как бы выстрелило. Да, да, да. Так, то есть это, я так понимаю, пять, да? Пять авторов фотографов, да, 32 работы, да, мы их сделали, напечатали. Это те работы, которые вы как бы из своих архивов нашли, или некоторые специально делали? Нет, это архивные, там достаточно сжатый был срок, поэтому это, ну, у нас большой пласт Москвы, на самом деле, мы очень все фотографировали. ЧБ или цветные? Цветные. Там цветные фотографии были, да, то есть отбирали, быстро сделали отбор. То есть это как бы Москва современная, то есть... Москва душевная, неофициальная. А Москва мы постарались показать, Москва с человеческим лицом. То есть есть такая Москва? Есть, есть такая Москва, там интересные дворики старые, да, такие душевные. Ну, глаз фотографа увидеть, если надо, если поставить задачу. Конечно, что он и без задачи увидит. Фотографы именно это и любят. Очень мало, когда снимают вот именно парадную. Чисто под заказы, оказывают свободу творчества, снимают Москву. Ну, да, и фотографы снимают иногда не только парадную, не только душевную, но могут и заметить что-то очень негативное, то, что, в общем-то, казалось бы, простой человек фотографировать не будет, и это иногда тоже выстрелит. И нас сильно не любят коммунальные службы, человек в садапарадах. Ну, да, да. Я вот иногда тоже вот иду в Люберцах или в Москве или в любом другом городе, вот ты видишь, прям хочется сфотографировать, потому что бывает хочется сфотографировать, показать. Люди, посмотрите, какая красота, а бывает, когда хочется сфотографировать, бьем тревогу, как раньше говорили. Ну, вернемся к выставке. Итак, первая выставка прошла, и... И был настолько душевный диалог между авторами и зрителями, что наши авторы, мне кажется, в этот момент решили, что им надо выставляться. Нет, мы как раз, да, вот именно в тот момент мы приняли решение, потому что почти три часа с нами разговаривали, а там пожилые, ну, люди, да, в ТЦО, но они очень культурные, очень много вопросов задавали, спрашивали, и это настолько было приятно. То есть мы первый раз вот такой... Ну, были какие-то выставки такие массовые, да, в залах, но там как-то не так. Ну, то есть все равно разговор был сам собой либо с коллегами, а тут именно зрители. Именно зрители, очень душевные, потом мы чай пили там, то есть нам все там делали, то есть, ну, три часа мы разговаривали с ними. И тут понятно, что... И тут нам захотелось выставляться. Тут они захотели. Тут нам захотелось провести выставки. Тем более, что ведь выставки могут быть разными, разный подбор фотографий, разные темы, разные способы, и разные зрители могут быть. От самых маленьких до самых больших, от самых, как говорится, модных и продвинутых, до людей, которые смотрят больше назад, чем... То есть фотография, ведь это же остановить мгновение, то есть она касается всех. Ну и все-таки как выросло, все это выросло в выставку «Мир в объективе»? Ну, если чуть-чуть еще в историю уйти, то у нас было несколько выставок, конечно же, мы искали какие-то новые темы, к нам обращались другие территориальные центры сначала, и пол фотографов начал увеличиваться. В какой-то момент мы поняли, что есть люди, которые нам доверяют, и надо делать арт-проект, потому что людям творческим очень часто нужна организация, нужна поддержка. Безусловно. Да, те, кто будут их предоставлять интересы, защищать интересы. Куда принести фотографии? Да, да, да. Куда отправить файлы? Да, да, да. Куда отправить файлы, да. Еще напомните мне, что я их должен отправить. Очень любимая у нас тема. Да, и у нас появился в 2018 году уже официально заявленный арт-проект «Реверберация». Сложное слово, которое многим пугает. Я прекрасно понимаю, что мы должны тоже это слово... Я так до эфира выяснил, что так... Евгений, вам, да, принадлежит эта идея? Да, принадлежит мне. То, что Евгений физик, по первым, да? По первым образованием, да, я физик. Ну и плюс фотография, нужно же как-то вот так. Да, и вот решили, вот как-то у меня возник. «Реверберация» – это, ну, переводя с нерусского на нерусский, эхо, да? Эхо, да. Эхо, послезвучие. Почему решили «Реверберацию» назвать? Просто вот красивое слово? Нет, потому что, ну, вот, Лен, это у тебя вот как хорошо ты говорила. Лен, вы спорили, чтобы не «Реверберация» было? Я спорила, но они меня убедили. Знаете, мы, когда мне стали объяснять, что это за страшное слово, я вдруг поняла, что, наверное, может быть, есть смысл дать такое непростое название, чтобы мы через это сложное название пришли к простым вещам. Потому что, да, слоган нашего проекта в конечном итоге стал простой – «Все мы эхо друг друга». И действительно, когда взаимодействие идёт фотографа и зрителя, ну, это, наверное, уж очень яркий пример вот этого обмена взаимного. Ну, и тут ещё одно слово подходит – отражение. Все мы немножко отражаемся, да? Ну, а если взять европейские выставки, фотовыставки, художественные выставки или выставки, ну, современного искусства, назовём это так, то там как раз чем сложнее слово, тем-то круче. Поэтому я думаю, что как раз-то европейский подход. А другое дело – от сложного к простому мы идём. Вот, возвращаясь в первой части, чтобы нам успеть договорить всё-таки про мир в объективе, кто отбирал работы, кто принимает участие. Как вообще, что люди смогут увидеть в августе, в сентябре, в октябре? Нет, здесь достаточно, ну, здесь я, наверное, расскажу, да, то есть здесь достаточно сложный у нас механизм происходит. То есть мы объявляем, сейчас у нас достаточно большой пул фотографов, да, то есть у нас сейчас вот, ну, вот, постоянно так меняют, ну, то есть понятно, что на каждой выставке, да, не каждый фотограф выставляется. Вот, мы принимаем всех, пожалуйста, да, присылайте на конкурсной основе, присылайте нам работы. Это профи или в принципе? Любые, нет, мы не делаем, вот специально они стали делать от новичков до профессионалов, да, то есть эти новички зачастую снимать-то лучше, чем профессионалы. Профессионалы где-то начинают подфалтуривать, они не знают, да, что этого делать нельзя и делают, да. Подкрасить, ретушировать. Да, поэтому... Ну, кстати, вы же как фотограф поймёте, что иногда бракованная фотография с точки зрения может показаться произведением искусства. Да, и сейчас, кстати, это часто происходит, и по последним вот выставочным всяким вещам как раз вот... Всё, можно выбросить, а вот этот вот смыв... Да, этот смыв поставить, да. И поэтому достаточно большой объём, то есть сейчас порядка вот у нас постоянно как бы те, кто участвует, приходили, уходили, возвращаются, это порядка 500 фотографов. О, это уже серьёзно. Вот, притом это... Нет, это да, это серьёзно, и притом это не только по стране, то есть у нас от до Владивостока, да, собственно говоря, но и по всему миру сейчас есть, да, то есть очаги, то есть у нас на международные. Вот, присылаются работы, они собираются эти работы, да, мы вот объявляем в какой-то момент стоп, и дальше предварительно есть жюри, в котором участвует, ну, тоже как бы профессиональный фотограф, но не только фотограф, из разных мест. Это и художников, и скульпторов мы задействуем, у них своеобразный взгляд, немножко по-другому. Да, 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 да. То есть мы задействуем пласт, и идёт предварительно отбор, ну, где-то, наверное, в два раза больше, чем нужно, в зависимости от количества мест в зале. То есть не выигрывают не только технари, не только, скажем, люди искусства, а совместный такой сибиоз, да. Совместный сибиоз. Кому-то не понравилась техника, но понравилась идея, да. Притом мы сейчас задействуем не только людей, которые из художественной, да, это и инженеры есть, и врачи, и так далее, просто, ну, просматривают, и вот делается отбор. Понятно, что мы это корректируем постоянно, понятно, смотрим, да, с Еленой. Ну, вот «Мир в объективе» – это довольно такое широкое название, или там какая-то тема была всё-таки? Было широкий взгляд, то есть задача была просто «Ребята, покажите своё мировидение», то есть как вы видите мир. А дальше уже шла компоновка, вот, да, то есть мы уже как бы компоновали выставку, и финишный отбор, конечно, мы с Еленой делали, да, то есть вот. Да, Лев, давайте, присоединяйтесь. Ну, на самом деле, когда мы объявляли эту тему, во-первых, это оказалось страшно сложной темой, да. Да, страшно сложной. Потому что она свободная. Да. Столько материалов. Это как сочинение. Столько материалов. Да. А у нас была такая немножко хитрая, лукавая задумка. Мы подумали, что наше беспокойное время, ну, когда всё так как-то иногда бывает. Беспокойно? Не очень, да, ровно. Вот. А чего захотят поговорить наши авторы? Что же у них-то там внутри, на душе-то? Вот. И мы были приятно поражены, когда увидели, что наши авторы хотят очень много говорить о природе. Очень много. Экология, значит. Да. Очень много хотят говорить о животном мире. Причём не просто кошечки-собачки, их как раз немного, а это и дикие животные, да, и какие-то взаимодействия между дикими животными. Иногда может быть немножко. Натуральная история, натуральная история. А у нас очень много путешественников-авторов, которые там путешествуют, притом там в такие дебри залезают. Ну что, приятно. Это и стрит-фотография, это и натюрморты. И когда мы собрали вот первую выставку, которая буквально вчера закончила работать в Москве, первой части выставки, там представлены, наверное, все жанры, которые есть в фотографии. Да. И потом люди именно добрые. Вот если посмотреть выставку, улыбающиеся, то есть счастливые, добрые люди. То есть нет вот такой вот никакой чернуки, ещё что-то. Хорошо. Давайте мы сейчас сделаем небольшую паузу, потом продолжим, тем более, что это не одна выставка, но всё-таки ещё немножко об этих работах поговорим, и потом уже сделаем мостик в будущее. Напомню, что эта программа «Открытый диалог», говорим мы о международной выставке «Мир в объективе», которая с августа по октябрь пройдёт здесь у нас, в городском округе Люберца, в музейно-выставочном комплексе. До встречи! Напомню, что эта программа «Открытый диалог». С вами Николай Пивненко, и сегодня у нас в гостях Елена Матюшина, директор фонда «Московские энциклопедии», и Евгений Владимирович Желяев. Объединяет их, Елена Викторовна и Евгения Владимировича, то, что они ещё к тому же и сооснователи арт-проекта «Реверберация», и каждый в отдельности основатель проекта, потому что на каждом лежит такой груз серьёзный, потому что работать с людьми творческими довольно сложно. Но вот она вылилась в выставку, которая прошла уже в Москве, и теперь, я так понимаю, переезжает в городской округ Люберцы на некоторое время, а именно до октября здесь, в музейно-выставочном комплексе, можно будет посмотреть международную выставку «Мир в объективе». Мы остановились на том, что вот как отбирались работы и так далее. Я маленькое уточнение сделаю. Она не переезжает. Это новая выставка. Это новая. То есть мы делаем, мы не делаем повторяющиеся выставок. То есть как бы у нас в Москве прошла одна часть. Название то же самое. Название то же самое, но выставка новая. И очень много, кстати, работ, которые авторы представили впервые. Поэтому вот иникальности не есть. То есть у вас настолько много работ, настолько большой выбор, что вы можете под одним, так сказать, девизом, под одним логотипом сделать несколько выставок. Ну и теперь давайте конкретно поговорим, что наши телезрители, жители городского округа Люберцы смогут увидеть. Сколько вы работ привозите именно сюда? Привезли мы здесь 60 работ. 60. Да, 60 работ. География, то есть это наша страна от края до края. Плюс вот сейчас немножко поймут. Германия, Италия, Израиль, Швеция, Финляндия. Тут 5, что еще важно. Потому что когда мы немножко закрылись, как это немножко все уже немножко превращается. И, наверное, вот эта возможность увидеть жизнь, как там происходит, сейчас здесь тоже, наверное, важно для тех, особенно, кто был в той же Германии, в той же Франции и так далее. Ну хорошо, еще один такой, что получают люди, которые выставляются на этой выставке? Я имею в виду, конечно, не финансовую составляющую, а что просто они получают какой-то сертификат, что они участвуют в выставке? Или это просто удовлетворение, что вот кто-то посмотрит? И смогут ли перефотографировать эти работы, выложить, сказать, что вот мы были на такой шикарной выставке? Ну, выставка, конечно же, не закрыта, поэтому фотографировать можно в рамках тех разрешений, которые залом даны на съемку, соответственно. А автор, ну как, ну, творческий человек, он не может писать в стол. Ну, нам так кажется, что все-таки ему надо, чтобы вы видели, потому что это, ну как, это обмен. Это все равно, что ты фотографируешь, фотографируешь, складываешь на диск, и потом забываешь, что ты это сфотографировал. Тут просто съездил куда-нибудь с семьей, да, сфотографировал, и потом думаешь, 2010 год, куда, там, 150 фотографий. Ни одна не обработана, потому что вроде как сфотографировали, были и забыли. Да, лежат, лежат, да, в архиве, да. Это очень сложная работа, это терпение еще, это творческая работа. А когда ты выставляешься уже первый раз, да, прошел, то на самом деле, как наркотик, тебе хочется дальше и дальше показывать. Тут уже авторы идут, они... И вот тут еще, да, важный момент, сейчас дам возможность вам высказаться. Тут есть фотографии, которые случайно, скажем, ну, действительно, мгновение было поймано, либо все-таки есть еще и фотографии, которые хорошо профессионально продуманы тем или иным авторам. Конечно, нет, но это на любой выставке есть, да, потому что автор где-то есть профессиональные пейзажные фотографы, он выбирает место, он выбирает время съемки, ну, свет, понятно, режим. Потому что вот при этом, видите, цветочек так. Да, 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 особенно закатные, рассветные, да, снимаются работы, то есть это отдельная подготовка, это люди специально ездили. Вот у нас сейчас там как раз вот Теребьерку там снимала, да, девочка, вот автора, то есть она специально туда ехала, вот. А есть, конечно, вот жанры фотографии, это мгновенные фотографии, просто вот порыв, да, и вот произошел снимок, и он получился. Лена, к вам такой вопрос. Сейчас даже проедем с вами, да, из Люберец в Москву, или наоборот, куда-нибудь в другую сторону, мы увидим с вами массу рекламных, значит, конструкций, на которых будет написано, сфотографировано таким-то смартфоном, ну и так далее. Я к чему веду? Сегодня фотография стала таким простым, естественным, то есть, ну, просто ты идёшь и видишь, там, девушки себя фотографируют, да, часами просто сделают селфи и так далее. Это же тоже фотография, да? Это у меня как девушки как раз вопрос. Да? Вот расскажите мне, как всё-таки в этом огромном количестве фотографий, в этом мире Инстаграма, Фейсбука, ВКонтакте, Одноклассников, всех называю, где выкладывается всё от красоты до борща, вот, как всё-таки выловить то, что мы можем назвать арт-проектом? Ну, вы знаете, тут, наверное, мы всё-таки не совсем вылавливаем, да, не просеиваем фотосессии. Не, ну я имею в виду, да, вам же могут прислать-то многие работы. Да, безусловно, мы смотрим, и мы смотрим именно на ваш взгляд фотографа. Может быть, он ещё и не фотограф. Вот у нас на новую выставку, которую мы собираем, прислал работу ребёнок, которому 11 лет. И это две потрясающие работы. Это совершенно неизбитый взгляд, совершенно неизбитый ракурс. Мы взрослые, может быть, даже не задумывались бы о том, как это можно сделать. И мы, конечно, прежде всего ищем вот эту изюминку, эту искорку, которая есть. И в нашем проекте у нас очень часто, сейчас мы стали сталкиваться, когда уже проекты много лет, ну, не много, но тем не менее, что некоторые люди боятся присылать нам фотографии, начинающие фотографы. Они говорят, ну, у вас там профессионалы, они члены различных творческих союзов, у них уже опыт выставочный, они уже понимают, как это сделать. Но самое интересное, что вот эти вот как раз пугливые люди очень часто присылают очень интересные работы. Возможно, там какие-то есть нюансы, но, как правило, начинашек, новичков, которые к нам приходят, мы стараемся чуть-чуть в самом начале поддержать. Вот Евгений всегда очень делится душевно своими знаниями, он отдельно может подсказать, как лучше фотографию, там может быть чуть-чуть подрезать, там еще что-то сделать. Вот иногда его спрашивают, какими там... Спользуется, да, обработка, что-то там такое. И вот по первости он всегда очень-очень поддерживает авторов, давая очень много времени своего личного, эмоционального, как раз для этого. Поэтому, что касается, как можно найти, вы знаете, у нас же всех разные вкусы. Конечно, друзья. Да, вот. Кому-то нравится современное искусство, кому-то нравится классика, кому-то нравится ЧБ, кому-то нравится, можно бесконечно перечислять. Поэтому, мне кажется, здесь надо исходить из того, что человеку приносит удовольствие. Вот вы посмотрели, и вам хорошо, вы улыбаетесь. Вот вы сейчас напомнили время, где-то 90-е годы, когда у меня появился проявитель, этот, не проявитель, господи, увеличитель шикарный. Ну, просто. И я понял, что я фотографировал все подряд. Еще не было никаких там смартфонов, ничего. И просто фотографировал все подряд. Потому что там же проявочный процесс, фиксаж, попытка делать цветные фотографии, это вообще катастрофа была. Катастрофа, да. Да, часами, значит, вот это вот в черной этой коробке. И что-то проявилось, что-то не проявилось. И переживаешь. Сейчас я что, сфотографировал? Мне понравилось тоже. А тогда ты ждешь, а может и не получилось ничего. Вот, я помню, это такой интересный процесс. Насколько сегодня, Евгений, фотография вот вовлекает людей новых, тем более, что вы говорите, я к чему. Может ли выставка повлиять на тех людей, которые придут, и они тоже захотят работать с фотографией, уже не просто как вот, да, себяшечки делать, а именно думать, что такое, что они видят, и как это можно снять. Ну, это да, однозначно влияет, да, потому что у нас есть примеры, когда люди приходили, потом шли в фотошколы, а потом уже сейчас участвуют как авторы фотографии, а начиналось все вот с просмотра выставки. То есть просто у нас вот в проекте есть эти люди, да. То есть это еще такой стимул для людей, которые могут увидеть, как это должно быть. Всегда же, когда смотришь на мониторе, да, это не то. То есть когда ты видишь, она как книга, да, то есть вот электронная книга и бумажная, и фотография, да, электронная и бумажная. Это разные вещи абсолютные, они воспринимаются по-разному. И когда человек видит это вот на стене, в большом формате, хорошо сделанное. Ну вот, кстати, да, это тоже интересный такой вопрос, как вечный спор телевидения, радио, интернет, газета, газета умрет, вот, и книга, да, что она плавно перетекает в электронную версию. Вот, Лен, правильно я понимаю, что еще это и благодаря тому, что фото остается на бумаге, это еще и не просто, ну, в интернете. Сейчас вот я, например, не очень люблю интерактивные выставки, я люблю потрогать, почувать, чтобы пускай здесь, за стеклом, это Мона Лиза. Так ты и сам в интернете-то посмотрю. А мне хочется быть сопричастным. И вот, наверное, когда эти фотографии висят, как сделаны, как на фотобумаге и так далее, это такая сопричастность к этому, то есть ближе ли... Конечно, соприкосновение. Соприкосновение. Опять же эхо. Опять же эхо. Опять же возможность подглядеть. Для автора это очень важно. Ведь, понимаете, когда автор выходит на критику со своими работами, да, вот кого-то просит, покритикуйте меня, всегда у него внутренний дискомфорт какой-то есть. Мы же разные в критике бываем. А тут выставка. Много авторов. Кто-то посильнее, кто-то в этом направлении, кто-то в другом. Можно просто ходить и прямо впитывать, обмениваться вот этими вот идеями, даже не приставать ни к кому, даже, может быть, не показывать какие-то свои, ну, не совсем на данный момент достаточные знания. Но можно же увидеть, как делает кто-то другой. И сказать, о, вот этот ракурс, а я его не заметил. А вот я сейчас такой страшный вопрос Евгению адресую. Страшный, ну, условно страшный. А могут ли делать люди фотографии, которые их делают вот вопреки всем правилам, а просто вот у них совершенно, ну, как мы сейчас говорим, такой оторванный подход? Это можно тоже выделить? Это не страшно, как раз это очень хороший вопрос. И на самом деле, ну, во-первых, для начала надо освоить базы, да, если есть основа, научиться. Ну, это как везде, да? А потом надо нарушать. То есть, чтобы сделать что-то нестандартное, не надо идти, там, если тебя вбили правила, третей, там, и так далее. Ну, это уже Пикассо, или Пикассо, кому как удобнее, который рисовал, писал картины. Я вот много раз приводил пример, был на выставке в конце фотографии его супруги. Частично, ну, просто фотография. А при этом носы, да, кубизм, и все. Просто я так хочу. Но если надо, я так сделаю, как будто просто идеально. Ну, а Родченко, да, когда он стал нестандартные ракурсы применять, сколько его критиковали, а сейчас в итоге-то это уже, ну, это здорово, это хорошо. Поэтому сначала надо изучить, понять, да, изучить технику, которую ты держишь в руках, знать ее, да. Собственно, физику, процесс тоже бы надо знать, а потом надо нарушать. Надо что-то искать свое, делать, то есть я считаю, ну, так. Ну, и я так понимаю, что эта выставка у нас не последняя. Напомню, что она продлится до октября. А что будет потом? В феврале месяце мы привозим к вам очень интересный всероссийский проект «Деревяное зодчество», который у нас уже с осени 2020 года по лето, собственно, текущего, посетил четыре города. Он начал, стартовал в Москве, в музейном источном центре Тушино, дальше был в Калужской области, в небольшом городе Медень, далее в Солнечногорске, и в Торжке, и в Солнечногорске. Проект действительно очень интересный, тема для нас с Евгением очень близкая, это «Деревяное зодчество», это наше такое, очень душевное, настоящее, культурное наследие, которое живое, которое, к сожалению, ускользает, которое мы, к сожалению, теряем, что-то горит, что-то разрушается. А вот как раз наши авторы, фотографы очень много показали фотографий, к сожалению, уже утраченных, вот этих вот памятников «Деревяное зодчество». Это, помните, фильм «По семейным обстоятельствам», да, герой Евстигнеева пишет картины, мама говорит, что благодаря ему мы хоть знаем, какая была Москва. Как это выглядело туда. Ну, я считаю, что время наше подходит к концу, я еще раз приглашаю всех, и тут, наверное, важно тех, кто на фотографию смотрит чуть больше, чем просто на фотографирование, а как на искусство, как на арт-проект, вам обязательно нужно прийти, посмотреть, и, возможно, вам захочется поучаствовать. Кстати, если люди захотят поучаствовать, они куда-то могут присылать свои работы, или это какой-то такой сложный процесс? Нет, пожалуйста, мы все открыты, да, то есть мы в соцсетях, шиштег «реверберация», вконтакте, в одноклассе. «реверберация» – вот это слово, которое может помочь вам неожиданно стать участником выставки. Можно набрать фонд «Московской энциклопедии» и то же самое. «Московской энциклопедии». Еще раз говорю, международная выставка «Мир в объективе» пройдет до октября здесь, в городском округе Люберца, в музейно-выставочном комплексе, а в феврале у нас будет уже про деревянное зодчество. Выставка тоже приедет к нам, я так понимаю, это не последняя, впереди еще много. Это большой тур, который продлится весь 2002 год. А мы делаем старость здесь, в вашем чудесном музейно-выставочном комплексе. И вторая часть тура стартует здесь. Вот видите, как приятно прикоснуться к великому. Ну что ж, огромное спасибо. Напомню, что в гостях у нас сегодня Елена Матюшина, директор фонда «Московской энциклопедии», основатель арт-проекта «Реверберация» и Евгений Владимирович Жильяев, тоже основатель арт-проекта «Реверберация». Елена Викторовна и Евгений Владимирович ответили на наши вопросы. И мне кажется, дали понять, что, как ни странно, каждый человек может стать художником. Но главное – почувствовать, что он может стать художником. Верно? Приходите на выставку и напомню, что она продлится до октября. Время есть, хотя время сложное, осень. Зато уже погода будет получше. Уже в основном все будут в городе, потому что скоро 1 сентября. И заодно и детям покажете, потому что, как мы выяснили, благодаря Елене и Евгению, что дети иногда фантастические фотоработы делают. Да, это правда. Настоящее произведение искусства. Это была программа «Открытый диалог». Как тут не вспомнить эту великую фразу «Остановись мгновение, ты прекрасна». С вами был Николай Пивненко. Всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин